В 205 выпуске «Открытой политики» мы сегодня будем разбирать оперативное совещание в правительстве, которое случилось в минувший понедельник. И, как обычно и неизменно, на этом совещании было что-то новое и необычное. Вопреки моим прогнозам и предсказаниям Хабиров не покинул оперативки, он снова вернулся на главную роль в этом представлении. В этот раз он традиционно ввел совещание, Назаров опять ушел на второй план и практически был незаметен в этот раз. Судя по всему, Хабиров возвращает себе роль главного в правительстве. И начал Хабиров с новостей прошедшей недели. Он сообщил о том, что в связи с улучшением общей ситуации вокруг пандемии отменяются четверговые оперативки заседания штаба по рассмотрению ситуации с эпидемией коронавируса. Также Хабиров сообщил, что за истекшую неделю произошли крупные события в экономике республики Башкортостан. И он говорил о окончательном утверждении премьер-министром Российской Федерации Мишустиным особой экономической зоны алга. Хабиров так вот очень цветисто и красиво рассказал, как непросто это все было. На самом деле, конечно, с этой экономической зоной было у нас, как обычно, в последнее время. Сначала прокричали, а потом выяснилось, что она до конца не оформлена. Но вот по прошествии более чем года этот проект подписан правительством Российской Федерации. И Хабиров почему-то возлагает большие надежды на эту особую экономическую зону. Хотя практика в Российской Федерации в последние годы говорит о том, что очень большие сомнения вызывают эффективность этих особых экономических зон. В частности, контрольно-счетная палата Российской Федерации сделала доклад о том, что сомнительные экономические результаты этих особых экономических зон, что результаты они несут только для бенефициаров в части снижения налогов, а регионы зачастую не получают никаких плюсов, кроме минусов. И, кроме всего прочего, Башкортостан будет вынужден потратить на эту особую экономическую зону, на оснащение ее инфраструктурой, дорогами и всевозможными коммуникациями, аж целых 6 миллиардов рублей. Еще одной грандиозной новостью, о которой рассказал Хабиров, был приезд министра здравоохранения Российской Федерации в Башкирию, господина Мурашко, который, собственно, приехал с торжественной целью открытия вот этого временного инфекционного центра, который у нас был построен рекордными сроками. Все было бы хорошо, и Мурашко, конечно, рассыпался в комплиментах и давал высочайшие оценки скорости, темпом и качеству работ. Если бы не ложка дегтя в бочке с медом, я имею в виду вот этот вот странный импровизированный пресс-подход госпожи Чанышевой к министру Мурашко и Хабирову, когда она подошла с вопросом о том, почему так феноменально много заболевших врачей в республике Башкортостан, и вообще по поводу статистики странной и неправдоподобной. К чести своей федеральный министр даже попытался ответить на вопросы Чанышевой, видимо, он растерялся и не знал, кто это такая. Хабиров стремительно прошествовал мимо, замыкала, значит, эту процессию мадам Прочаковская, которая выкрикивал «Вы все врете, вы все врете». Ну, выглядело это, конечно, очень жалко на самом деле, то есть, если уж начали отвечать, надо отвечать, либо надо игнорировать, проходить мимо. А вот эта вот тетенька с телефоном, я имею в виду госпожу Прочаковскую, которая там причитала «Вы все врете, вы все врете», конечно, выглядело очень жалко. А ради Фаритовича, а почему 560 медиков заболелось в 3100? А где вы нашли 360 медиков? 560. А где вы нашли столько медиков? Управление регионального Роспотребнадзора опубликовало. Вот, пожалуйста, представьте факты и не сочиняйте, не занимайтесь враньем. Кто сочиняет-то? Хабиров сказал, что он должен принять какое-то очень важное решение по поводу режима особой готовности. Для этого ему нужно заслушать данные коллег Изабелина. Но, в целом, конечно, это очень сильно походило на постановочную такую часть, потому что, судя по всему, решения уже были заготовлены и лежали перед Хабировым, как говорится, по списку, а Изабелина заслушали для порядка и близиру. Но, тем не менее, передали слово Максиму Васильевичу. Максим Васильевич постарался придать своему докладу максимальный оптимизм, менял тональность и даже, видимо, выучил у господина Мурашко парочку новых терминов, потому что он теперь совершенно иначе называл тесты на коронавирусную инфекцию, и оказывается, у него много разновидностей этих тестов, о чем он раньше скромно умалчивал. Ну да ладно. В частности, господин Изабелин сообщил нам, что на момент совещания 3337 заболевших в Республике Башкортостан, неизменные плюс 77, 1138 человек выздоровело, примерно треть от заболевших, ну и 18 умерших. Эта цифра держится аж с 20 апреля. 9 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, 575 проходят предвахтовую подготовку в обсерваторах, кстати говоря, за чей счет, интересно? Газпром нам за это платит или мы просто так готовим для них кадры? Также Максим Васильевич начал приводить непривычные для него статистические данные, а именно количество тестов на 100 тысяч населения, их в Башкирии 153. В сутки он проводит 4900 тестов, а также в общем и целом он провел 247 тысяч тестов на 235 тысячах человек. Максим Васильевич заверил, что практически все медики получили положенные им дополнительные выплаты. 3398 человек. Вот здесь хотелось бы немножко сделать отступление от доклада Забелина и попросить врачей, если они не согласны с Забелиной, написать нам об этом хотя бы анонимно, ну указав, например, медицинское учреждение, где они работают. Также Забелин сообщил, что коечный фонд по COVID-19 у него заполнен на 48%. Кстати говоря, рост этой заполняемости весьма серьезный, за последнюю неделю плюс 6%. И с тревогой Максим Васильевич отметил рост заболеваемости среди пациентов старше 65 лет. Собственно, весь этот мажорный настрой доклада Забелина на самом деле под собой не имел абсолютно никакого основания, кроме центрального федерального указания о том, что пандемия в Российской Федерации закончена и пора готовиться к голосованию по Конституции. Если же беспристрастно всматриваться в цифры и статистику, ту, которую можно получить, обобщив данные с разных источников, на самом деле ситуация не так безоблачна в Башкирии. Башкирия сохраняет неизменно высокие темпы заболеваемости. Цифра от 75 до 90 уже выдерживается достаточно долгий период времени, и она не падает. У нас неизменно низкая выздоравливаемость от COVID-19. И, кроме всего прочего, Башкирия планомерно поднимается вверх в этом антирейтинге количество заболевших, количество выздоровевших и умерших, и переместилась уже с 15 на 14 место буквально за истекшие три дня. То есть тут, конечно, особенно гордиться и радоваться нечему, но, повторюсь, Забелина была команда, что все становится хорошо и прекрасно, и буквально в ближайшие 22 дня мы должны быть готовы к параду победы. Выслушав Забелина, Хабиров зачитал 10 выводов, которые ему удалось сделать из доклада Максима Васильевича. То есть, на самом деле, это даже были не столько выводы, сколько решения, и я их перечислю прямо по тому списку, по которому их и огласил Хабиров. Мы делаем очень много тестов, у нас большой резерв коек, у нас спад заражений, что на самом деле, кстати, не так. Нас очень беспокоит рост заболеваемости пациентов старше 65 лет, и самоизоляцию для граждан старше 65 лет мы не отменяем. Отменяем самоизоляцию для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга, и фактически мы отменили обследование на признаки COVID-19 в аэропорту и на Лежедорожном вокзале. Мы разрешаем тренировки сборных команд, но не открываем спортивные сооружения. Самое значимое, что заявил Хабиров, это то, что с 1 июня мы открываем торговые центры, но без фудкортов, без аттракционов и кинотеатров. Вот это очень спорное на самом деле решение, потому что именно торговые центры являются самым, на мой взгляд, опасным сосредоточением людей, самыми тесными контактами, самыми замкнутыми объемами и помещениями. В общем, конечно, вот с точки зрения эпидемиологии это весьма спорный вопрос. С точки зрения экономики, конечно, возможно, это и правильно. Также мы открываем музеи и библиотеки, имеющие отдельные входы. Но это было особенно смешно, потому что действительно мне хотелось бы, но я не могу себе представить очереди или толпы страждущих, ринувшихся в библиотеки города Уфы или вообще республики. Также Хабиров обратил отдельное внимание, не знаю почему, на участившиеся массовые случаи курения кальяна в городе Уфе. Хабиров предложил с этим разобраться самым жестким образом и даже предложил ввести какие-то особые отдельные штрафы там и прочее, прочее. Наверное, для того, чтобы понять масштаб событий, нужно вечером часов после девяти вечера приехать на вот эту нашу знаменитую набережную. И там вы увидите масштаб бедствия, увидите вот это количество автомобилей с открытыми багажниками и сидящими в этих багажниках девицами и курящими эти кальяны. То есть там прямо реально ад какой-то творится. Но вообще это только там, только на набережной. Хотя, возможно, есть еще какие-то злачные места. Почему кальяны вызвали интерес у Хабирова, совершенно непонятно. Но у него есть некоторые пункты, к которым он относится с особым рвением в жизни. Ну и завершая вот этот пункт своих решений, Хабиров напомнил о том, что никто не отменял масочный режим, и он сохраняется в том виде, в котором был принят ранее. То есть маски обязательно для ношения в общественных местах, магазинах, всевозможных заведениях, государственных учреждениях и так далее. Вторым докладчиком традиционно была Ленара Иванова. Хабиров попросил ее доложить ситуацию с контролем за самоизолированными и с тем, как обстоят дела по президентским выплатам, тем самым 10 тысячам рублей, которые Путин щедрой рукой раздал родителям, у которых дети младше 16 лет. Иванова сообщила, что героически трудится над контролем за самоизолированными, что 285 мобильных групп неустанно обходят вот эти все категории граждан, которых нужно проверять и которых ей поручили проверять. И всего она совершила 31 тысячу обходов за все время своей деятельности, что на самом деле никак не соответствует тем цифрам, которые она докладывала ранее. Мне как бы даже немножко лень разбирать, но то, что Ленара Хакимовна совершенно произвольно называет цифры, которые ей, видимо, только-только приходят в голову, либо написали референты, это уже становится абсолютно традиционным и безобразным. Также Иванова сообщила о численности нарушителей вот этого режима самоизоляции, кем бы они ни были. Из числа прибывших из-за рубежа 88 человек злостно нарушили этот порядок. Из числа прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга таких 121, контактеров 303 и вышедших из обсервации 249 нарушителей. Вот тут, конечно, мне совершенно непонятно. Люди вышли из обсервации и все еще являются преследуемыми госпожой Ивановой. Видимо, она будет преследовать их пожизненно. Так вот, эти 761 человек в общей сложности, на них были поданы документы в надзорные органы, как выразилась Иванова. Об этом мы поговорим чуть позже, но во второй своей части Ленара Хакимовна затронула вопрос вот этих президентских выплат. Она сообщила, что 400 тысяч заявлений было подано из 709 тысяч человек, имеющих право на президентские выплаты. И эти выплаты уже как бы начались. И тут все в порядке. Но об этом действительно вчера трубили все СМИ. Это какое-то особое достижение Путина. Раздать детям по 10 тысяч, значит, это вам не по паре-тройке миллиардов раздать Ротенбергам. Хабиров выслушал всю эту историю и резюмировал довольно кровожадным образом доклад Ленара Хакимовна. Он сказал, в частности, что надо понять, чем завершается передача данных о нарушителях в надзорные органы. Дальше я процитирую Хабирова дословно. «Если это ложится в папочку, это одна история. А если человек реальный штраф получает, то я спокоен». Конец цитаты. Ну вот никак не может избавиться от этой финансовой кровожадности глава нашей республики. Он спокоен только тогда, когда граждане оштрафованы, когда их настиг карающий меч правосудия и так далее, и так далее. Честно говоря, это очень неприятно. Это может быть где-то внутри, это может быть где-то в сути человека, но вовсе необязательно это демонстрировать на каждом заседании. В подтверждение всех этих кровожадных планов дополнил доклад Ивановый Алексей Анатольевич Касьянов, который сообщил, что в процессе отлова и наказания нарушителей вот этих всех режимов задействовано 2000 полицейских. Кстати говоря, на прошлой неделе он докладывал о 3000, а также 300 сотрудников Центра общественной безопасности города Уфы. И за неделю все эти люди, отвлекаясь от своих основных обязанностей по охране правопорядка, выявили 1500 нарушителей, соответственно, они все были подвергнуты наказанию. Хабиров отдельно отметил, что в республике Башкортостан не отмечен, не случился рост преступности, и что это его очень-очень радует. И подытожил так, что апокалиптические прогнозы по республике не сбылись. Неожиданно на совещание вернули Бориса Владимировича Беляева, причем в совершенно привычном формате, в рамках вопроса о ситуации в ЖКХ, дорожно-транспортном комплексе и чрезвычайном ситуации. Борис Владимирович был выпущен на сцену первым и сообщил нам, что ситуация в отрасли абсолютно стабильна, отключение происходит в плановом режиме, имеется в виду отключение воды, газа и всевозможных других ресурсов, а аварийных отключений в последнюю неделю было не допущено. Вот здесь случился первый момент на этой оперативке, когда докладчик самым категорическим и наглым образом соврал. Дело в том, что уж так получилось, что лично я и еще 4 примерно тысячи человек, которые живут в центре города Уфы, в прошедшие выходные попали в весьма неприятную ситуацию. В ситуацию того, что 14 многоквартирных домов в центре Уфы в районе перекрестка Ленина, Кирова и Достоевского были отключены от воды вообще без объявления войны. Причиной этого отключения случилась серьезная крупная авария на 500-миллиметровом водоводе на перекрестке Кирова-Ленина. И с субботы по понедельник эти 14 многоквартирных домов, в которых живет свыше 4 тысяч человек, оказались без воды. И не только без воды, но и без всяких комментариев жилищно-коммунальных служб, без ответов со стороны водоканала и так далее. Вот после вот этого, на мой взгляд, серьезного события, Борис Владимирович на голубом глазу докладывает, что никаких отключений не было, все по плану, все стабильно и так далее. Я полагаю, что господину Хабирову надо бы обратить внимание на достоверность и целесообразность вообще доклада господина Беляева, потому что если они настолько же лживы, как в этот раз, то, ну, стоит ли тратить время вообще на доклады этого Винни-Пуха? Содокладчиком господина Беляева по тому же вопросу был Алан Викторович Морзаев, который наконец-то нам сообщил статистику по ДТП в Республике Башкортостан, и он сообщил, что за 5 истекших месяцев в Республике случилось 1241 ДТП, сокращение на 12%, 1561 человек пострадали в этих ДТП, сокращение на 14%, и 126 человек погибло совокупно за 5 месяцев, это сокращение на 12%, и в абсолютных цифрах это выглядит как минус 18 человек за 5 месяцев. Напомню, что Хабиров ставил задачу не перейти показатель 400 погибших за год, пока Морзаев выдерживает эту формулу, и, в принципе, ну, возможно, что ему удастся ее удержать, но хотя действительно Хабиров был прав, объясняя, что первый квартал и там май месяц были наиболее спокойными в плане аварийности и смертности на дорогах ввиду вот этого карантина. Морзаев дополнил свой доклад о обстановке в области нарушения ПДД ситуации с дорогой Уфа-аэропорт. Напомню, что там была какая-то странная история, жители Уфы уже вздрогнули, что это там 100 тысяч 500-ый раз начали ремонтировать дорогу Уфа-аэропорт, но нет, это был не ремонт дороги, это было ее облагораживание, укладывали какую-то странную эко-плитку между полосами движения, убрали смет и, значит, вырубили кустарники на прилегающей к трассе территории. Морзаев доложил о том, что работы эти будут закончены 20 июня, а также он упомянул о том, что пассажиропоток Башавтотранса увеличился до 80% от докризисного размера. Отдельно отмечу, что совещание проходило 1 июня, и это реперная точка для доклада по ямочному ремонту, однако разговора о ямочном ремонте на этом совещании не было, хотя он был запланирован. И от себя добавлю, что в этой области, конечно, не все благополучно в республике Башкортостан. В частности, буквально накануне стало известно, что 44 района республики, а это больше половины, не выполнили план по ямочному ремонту, то есть объем этих работ ниже 50%, а несколько районов практически не приступили к работам по ремонту ям на дорогах. Четвертым выступающим на совещании был Фазарахманов Ильшат Иудусович с традиционным докладом об итогах весенних полевых работ. Вообще, конечно, некое ощущение дежавю складывается периодически на этих оперативках, ну, учитывая, что вот одни и те же вопросы обсуждаются из раза в раз, но в этот раз Фазарахманов особенно вызвал это ощущение. Судя по всему, он слово в слово повторил доклад предыдущей оперативки, на которой Хабирова не было, видимо, пытаясь донести до начальства то, что он сказал в прошлый раз, а именно то, что весенние полевые работы закончены на 99%, накоплено 80% минеральных удобрений, и что в 2020 году приобретено 243 трактора и 340 сельскохозяйственных машин. Но надо бы приобрести еще 3000 единиц техники, чтобы сеять за 10 дней вместо 20, которые у него сейчас на это все ушли. Также Фазарахманов не применил рассказать о том, как успешно он загоняет в долговую яму сельскохозяйственную сферу Республики Башкортостан, а именно, что уже на 1,4 млрд миллионов совершили селяне покупок в системе Росагролизинга, и теперь должны не вот эту неимоверную сумму за ту технику, которую получили. Добавил к своему прошлому докладу Фазарахманов то, что по Башкирии пронесся град, нанеся неимоверный ущерб сельскому хозяйству, что результаты всех его титанических усилий теперь находятся под угрозой, и вообще природа и стихия могут в одночасье стереть все результаты работы Министерства сельского хозяйства. Фазарахманов призвал активно страховать результаты работы в области сельского хозяйства, и тут же перетислил Бойко название страховых компаний, которые готовы прямо сейчас за 300-600 рублей с гектара застраховать результаты трудов селян. Ну, такая неприкрытая реклама страховых компаний, конечно, случилась в первый раз, но, видимо, как говорится, времена тяжелые, приходится не брезговать и этим. Хабиров традиционно благодарил Фазарахманова за его титанический труд, даже поручил Назарову дословно процитировать «дать немножко денег селянам». В общем, конечно, складывается ощущение того, что Хабиров окончательно попал в зависимость от успехов Фазарахманова, и, судя по всему, независимо от того, удастся ли Фазарахманову успешно завершить сельскохозяйственный период, он все равно будет объявлен победителем по осени, и мы получим некую успешную отрасль в экономике республики. Отдельно Хабиров остановился на том, что не принято еще решение по Сабантуям. Он сказал, что решение это будет зависеть от эпидемиологической обстановки, что, собственно, очень разумно. Далее на арену опять выпустили Бориса Владимировича Беляева с докладом о ходе реализации мероприятий года эстетики в населенных пунктах республики Башкортостан. Предваряя доклад Бориса Владимировича, Хабиров интересным образом охарактеризовал ситуацию в этой области. Он сообщил, что, цитирую дословно, «Некоторые главы забросили эту тему, я их понимаю, но осуждаю». Очень остроумно сформулировал Хабиров и дал слово Беляеву. Беляев отметил, что объемы этой программы и ее темпы были скорректированы в связи с эпидемией. Однако к дням чистоты Беляеву удалось привлечь аж 412 тысяч человек, 23 тысячи студентов в том числе и 8 тысяч волонтеров. Не знаю, этим ли объясняется столь высокая заболеваемость коронавирусом в республике Башкортостан, но, безусловно, без подобных скоплений народа не обошлось. Далее Беляев начал оправдываться и валить на виновных, значит, вину, простите за тавтологию. То есть Беляев стал искать виноватых в том, что вот этот год эстетики в населенных пунктах республики Башкортостан как-то не особенно бойко развивается. В частности, Борис Владимирович потребовал массово привлечь население к облагораживанию территорий, территорий населенных пунктов. И также он считает, что главы администрации, администрации районов и городов проявляют недостаточный энтузиазм на муниципальном уровне и недостаточно рьяно привлекают население к облагораживанию территорий, несмотря на довольно большие, крупные, я бы сказал, гигантские суммы, которые были выделены на финансирование этих работ. То есть Борис Владимирович все-таки требует привлечь население, которое бесплатно исполнит эту программу. Беляев отметил, что муниципалитеты нерадиво косят траву на территории городов, и города зарастают травой и одуванчиками. Борис Владимирович прямо-таки негодовал. Отдельно он остановился на том, что за весь истекший период реализации этой программы ему удалось эвакуировать аж целых 130 брошенных автомобилей. Вот эта цифра, честно говоря, меня потрясла. На всю республику эвакуировано всего 130 автомобилей. Помните, как много было шума, гамма разговоров, рассуждений ему стать о каких-то там серьезных трудностях и проблемах, которые они преодолевают в оснащении вот этих вот штрафстоянок, процесса изъятия этих автомобилей. Ну прямо работали-работали до потери пульса. И в итоге чуть ли не за год они эвакуировали 130 автомобилей. В общем, конечно, достижения просто ошеломляют. Далее Борис Владимирович все-таки кое-как подытожил мероприятие вот этого года эстетики и сообщил нам, что за это время в республике отремонтировано 127 километров заборов. Отремонтировано. А 39 километров построено новых заборов. К сожалению, отметил господин Беляев, что в республике свернуто, прекращена программа модернизации наружного освещения в населенных пунктах. То есть вот эту тему с лампочками, светильниками, линии самоизолирующихся проводов они свернули. Ну шума-то, помните, да, было? Боже мой. Там 3000, здесь 2000 фонарей поставили, там какие-то немыслимые километры проводов. Всякие там башлайты и прочее, прочее. И все это, как говорится, закончилось и свернулось. Правда, Борис Владимирович умолчал. Куда делись деньги из этой программы? Все ли они освоены? Или часть из них вернулась в бюджет? В общем, конечно, непонятно. Завершил свой доклад Борис Владимирович вовсе смехотворными достижениями. Он сообщил, что в Уфе высадено аж целый миллион однолетних цветов, а стелетомак вышел на первое место по ремонту заборов. Ну, тут прямо так и хотелось на фоне вот этих вот космических событий воскликнуть, ну, как тебе такое, Элон Маск? И не стоит ли вообще переименовать теперь стелетомак в забороград? Ну, я пока воздержусь от подобных предложений, но гордиться ремонтом заборов, это, конечно, в 21 веке, честно говоря, стыдно. Подытожил доклад Беляева Хабиров осторожно, но примечательно. Сказал он буквально следующее. Я не буду отрицать, что работа эта началась. Но все населенные пункты должны быть приведены в порядок. А то иногда я вижу заборы, которые еще в 2008 году видел, когда был главой администрации. Конец цитаты. Но остается так и непонятым, что за мания с этими заборами, которая, видимо, как-то передается воздушно-капельным путем. И вот многие члены правительства заразились этой манией, в том числе Беляев, значит, вот, ремонт заборов, ремонт заборов. Шестым выступающим на оперативном совещании был уполномоченный по правам предпринимателей в Республике Башкортостан Флюра Мензагитович Асадулин, и он доложил об индексе административного давления на бизнес. Пометуя последнее выступление Флюра Мензагитовича, я отмечаю, что сделал он все выводы, понял он все правильно. Помните, как, попытавшись опровергнуть слова Бойцовой в прямом эфире, Асадулин получил такую весьма ощутимую оплюху от Хабирова. Хабиров тогда его оборвал, пригрозил, что вот это выступление будет для Асадулина последним на совещании. И надо сказать, что Флюра Мензагитович сделал все выводы. То, что он рассказал на этом совещании, было абсолютно комплиментарно. Это был большой-большой комплимент начальству, и, наверное, очень сильно начальству понравилось. Вообще, вот этот загадочный индекс административного давления на бизнес, он очень напоминает то ли среднюю температуру по больнице, то ли соревнования психиатрических отделений в том, кто счастливее живет в нашем дурдоме. Ну, собственно, что это за индекс? Индекс этот рассчитывается, исходя из четырех ключевых параметров, которые сформулированы сами по себе, ну, просто восхитительно. Вдумайтесь. Первый параметр – снижение репрессивно-надзорной деятельности. Далее – эффективность внедрения рискоориентированного подхода. Третий параметр – доля административных проверок. И четвертый – фискальная ориентированность контрольно-надзорной деятельности. Ну, просто какая-то елейная сказка. Далее Асадуллин сообщил, что вот этот загадочный индекс составил в Башкортостане 3,2. Башкортостан добился неимоверного успеха, переместившись с 38 на 11 место в Российской Федерации. Асадуллин не применил злорадно отметить, что Татарстан по этому индексу находится всего лишь на 40 месте. Хабиров очень благодарил Асадулина, остался очень доволен тем, как исправился Флёр Мензагитович, какие приятные новости он сообщает руководству. Особенно Хабиров отметил перемещение с 38 на 11 место в этом фейковом рейтинге, назидал Асадулину, чтобы он не ломался и был принципиальным. Даже, процитирую Хабирова, он сказал Асадулину, «эта работа имеет огромное значение в условиях восстановления бизнеса из пепла». Ну, периодически вот эти апокалиптические оценки все-таки у Хабирова проскакивают, и, видимо, они не беспочвены, потому что реальная картина в области малого и среднего бизнеса, конечно, представляет из себя достаточно пугающее зрелище. Стоило бы отметить, что вопреки вот этому пустому и бессмысленному докладу Асадулина, например, Титов в последние две недели провел исследование по регионам в части состояния малого и среднего бизнеса. Есть опасение того, что скоро государство вообще-то и давить-то не на кого будет, потому что, например, по республике Башкортостан 53% опрошенных бизнесменов охарактеризовали ситуацию как катастрофическую или кризисную. То есть вот подобные цифры, когда больше половины опрошенных смело говорят о том, что ситуация катастрофическая, на самом деле не настораживать не могут. И вот эти мажорные докладики о подъеме в списке рейтинга там непонятно чего, это, конечно, вот совершенно напрасная трата времени, а Садулину, пожалуй, стоило бы заняться настоящим делом. Завершал оперативное совещание доклад министра образования Айбулата Хажина, и был он посвящен подготовке к сдаче ЕГЭ. Немного что рассказал нам Хажин в этом докладе, он был довольно коротким. Хажин сообщил, что 94% 17 тысяч выпускников будут сдавать единый государственный экзамен, что сам по себе этот экзамен состоится с 6 по 25 июля, это основной период сдачи ЕГЭ. Хабиров задал пару вопросов Хажину. Хабиров сообщил о том, что количество бюджетных мест в ближайшее время в вузах Российской Федерации будет расти, правда, не было сказано в этом году или, может быть, в последующих. Хабиров призвал выпускников школ сдавать все-таки ЕГЭ, чтобы иметь перспективу поступить в вузы, например, на будущий год. Хажин сообщил, что очное прощание со школой все-таки, наверное, может быть, состоится, но позже, когда позволит эпидемиологическая обстановка. Хабиров отдельно опросил Хажина, были ли нарушения 29 мая в части его запрета на проведение очных последних звонков. Хажин однозначно заверил Хабирову в том, что никаких сигналов об этом не было, значит, что учителя до 4 утра дежурили в местах скопления школьников и никаких нарушений допущено не было. Вот это еще одно вранье министра в глаза главе республики, которое я фиксирую на этом совещании, потому что, видимо, Айбулат Вакилович отсутствовал, в принципе, в Уфе в эти дни, в эти выходные, потому что в пятницу, в субботу были действительно массовые гуляния в местах традиционного скопления выпускников, в районе телецентра, гостиного двора и вот всего вот этого центра города, где традиционно тусуется по ночам вот эта публика, были массовые гуляния, скопления и так далее. То есть это мало отличалось от обычных событий. Возможно, в стенах школ и не было этих собраний, но в ресторанах было отмечено повышенное количество групповых заявок, и что-то мне подсказывает, что это были именно те выпускники, которые там отмечали свои выпускные, ну и по улицам шатались вот эти довольно-таки многочисленные группы выпускников. Я не могу упрекать в этом детей, потому что они смотрят на нас, на взрослых, на то лицемерие, с которым подавляющее большинство относятся к этой всей самоизоляции, так что, ну, наверное, упрекать детей здесь бы не стоило.